Привет, друзья! Выпуск будет о спортивной физиологии. Многие маркетологи утверждают то, что вы сжигаете еще сотни килокалорий многие часы после тренировок. Но давайте посмотрим, что действительно происходит с нашим организмом после физической нагрузки, как это связано с энергопотреблением, кислородом и тренировочным статусом. Это очень интересный феномен и его легко понять. Сегодня мы разберем один из физиологических эффектов после тренировок EPOC – Excess Post Exercise Oxygen Consumption, либо на русском – избыточное потребление кислорода после нагрузки. EPOC описывает объем потребления кислорода сверх его нормы в покое после физических нагрузок. EPOC – это один из показателей физической формы, которую мы можем измерить в лаборатории. Чем быстрее потребление кислорода, пульсы, дыхание возвращаются в норму, тем более тренирован спортсмен. То есть, чем более вы тренированы, тем быстрее ваш организм вновь приходит в норму и быстрее восстанавливается. То, к чему мы все стремимся. Начнем с самого начала – с покоя. В покое почти 100% нашей энергии АТФ синтезируется аэробно, то есть при присутствии кислорода. Уровень лактата в крови минимальный и составляет меньше 1 мм на литр. Да, действительно, в покое вы производите лактат. Это связано с тем, что некоторые ткани и частички нашего организма все еще производят лактат, так, например, как наши красные кровяные тельца эритроциты и высвобождают лактат в кровь. Из-за этого мы можем даже в покое измерять уровень лактата. Также важно знать то, что в покое примерно мы потребляем 3,5 мл кислорода на килограмм массы тела в минуту. И это называется 1 мет, либо метаболический эквивалент. А теперь давайте начнем тренировку. Давайте посмотрим на типичный график, который описывает данный процесс ЭПО. По оси Х мы видим время, по оси У у нас потребность в АТФ и кислороде. Когда вы начинаете тренировку, потребность в АТФ резко возрастает. И чтобы синтезировать больше АТФ, требуется больше кислорода. Да, все логично. Но поставка кислорода организмом не мгновенная. То есть ваше дыхание, сердцебиение, конечно, начинают учащаться, но организм еще не может сразу удовлетворить повышенный спрос. То есть в начале тренировки поставка кислорода растет постепенно. Вот эта вот голубая линия, создавая зону дефицита кислорода. И именно это называется кислородным дефицитом, когда спрос на кислород выше, чем его поступление. Пока аэробные системы раскачиваются, организм компенсирует нехватку за счет анаэробных источников энергии, то есть гликолиза и фосфогенной системы. Через несколько минут после начала вашей тренировки организм выходит на плата. И так называемое устойчивое состояние, steady state, где кислородное потребление соответствует его спросу. То есть организм вышел на плата, где потребление равно спросу. Если вы, например, повысите еще интенсивность, то вновь создадите небольшой дефицит до момента, пока организм вновь не выйдет на эту плату и не достигнет устойчивого состояния. Все, что находится вот в этой зеленой заштрихованной зоне, это энергия, полученная за счет аэробных процессов. А вот это все, что мы видим в красных цветах, это энергия, полученная за счет анаэробных систем. Может, конечно, случиться и так, что интенсивность будет настолько высокая, что превышает ваш МПК. То устойчивое состояние вообще не будет достигнуто. Мы видим здесь то, что мы не достигли steady state, не достигли устойчивого состояния, и дефицит кислорода все еще остался. То есть организм будет работать в дефиците кислорода, пока не прекратит полностью работу. Что ж, это то, что относится к тренировке. Но обратимся к тому, что у нас сейчас, например, конец тренировки, и мы прекратили занятия спортом. Когда тренировка заканчивается, потребление кислорода не прекращается в мгновение ока. Оно остается повышенным в течение нескольких минут и даже часов. И как раз таки этот феномен и называется эпох. Избыточное потребление кислорода после нагрузки. Здесь мы различаем быструю фазу, которая длится от нескольких секунд до минут, и затем длительную фазу, которая длится десятки минут до многих часов вплоть до 24 часов. Некоторые исследования описывают такое. Но почему же организм после тренировки продолжает избыточно потреблять кислород? На что ему он нужен? Вот основные процессы, которые происходят после тренировки. Это восстановление запасов АТФ и креатинфосфата. Восстановление кислородных запасов в миоглобине и гемоглобине. Работа дыхательных мускулатур. Снижение температуры тела. Во время тренировок у нас увеличивается температура кора, которая тоже должна прийти в норму, и на это организм также тратит на это энергию. Также происходит удаление продуктов метаболизма, в частности лактат в цитле кори превращается назад в глюкозу, так называемый глюконеогенез. А также происходит дальнейшее действие гормонов адреналина и норадреналина, которые продолжают поддерживать повышенный метаболизм. Так сколько же дополнительных калорий, спросите вы, можем мы сжечь еще после тренировки? Примерно 45 минут высокой интенсивной тренировки сжигает 550-570 килокалорий. Эффект от эпох составляет 6-15%. В данном случае мы имеем расчет, что после тренировки мы можем сжечь еще всего, либо еще дополнительно 30-70 килокалорий. Не так много, но почему бы и нет, приятный эффект. Так что фраза «организм сжигает после тренировок еще сотни килокалорий» слишком преувеличена. Эффект зависит как от длительности тренировки, так и от ее интенсивности. Важно отметить то, что после любой интенсивности наблюдается этот эффект, но, конечно, после низкоинтенсивных тренировок он может быть слабо выражен. Также поспешу огорчить более тренированных атлетов, потому что чем более вы тренированы, тем меньший эффект наблюдается у вас после тренировок сжигания данных дополнительных калорий. Почему же? Все потому, что после регулярных тренировок организм быстрее адаптируется и, соответственно, быстрее достигает того самого устойчивого состояния, выходит данная плата, стеди-стейт, и у него, у них, и у этих атлетов, конечно же, тогда меньше кислородного дефицита. Соответственно, быстрее у них восстановление происходит после тренировок, и эффект эпок будет наблюдаться значительно короче. Вот и все. Итак, эпок – это реальный измеряемый физиологический эффект. Он важен, но не стоит его переоценивать. Основной жиросжигающий эффект наблюдается во время физических нагрузок, а не после него. Хотите ускорить свой обмен веществ? Тренируйтесь регулярно, следите за вашим пищевым поведением, следите за тем, что вы едите, и подписывайтесь на канал. Всем пока!